Когда мы пытаемся что-то новое сделать, нам должно быть бояться. Ностальгия — это очень татарское чувство. Прям вот татар-лар прям любим поностальгировать. Но мы про эмоции, а не про татарские надгробия. Эйда-подкаст. Учим татарский. Дуслар салям. Это Эйда-подкаст. Меня зовут Айнур, и я учу татарский. Салям, салям. Меня зовут Римма, и я учу татарскому. Сегодняшняя тема — эмоции татарща. И я предлагаю обсудить популярный нынче-мут фильм «Головоломка». Говорят, уже вышла вторая часть, и появились новые эмоции. Кстати, ты смотрел вторую часть? К сожалению, нет. Надо идти в кинотеатр. Я вот еще не дошел, но очень хочу посмотреть. У меня сразу вопрос, как будет «Головоломка татарща». «Головоломка» так и будет. Баш фаткас. Баш фаткас. Баш наватабыс. Баш фаткас. Ломатель головы, да. Ну, ломка, да. Головоломка. Интересно. А получается, наркотическая ломка тоже будет? Наркотик, подкаст? Ой, ансен бельмим, ансен... Это надо разобрать отдельно. Я надеюсь, это татарское словосочетание никому не понадобится из смотрящих этот подкаст. Эмоции на татарском можно назвать «хэйс», но это больше чувство, чем эмоция. Хэйс, пэйгэ, или ки-щэ-рэш. Ки-щэ-рэш. То есть то, что мы переживаем. Больше, наверное, можно перевести как «переживание», но эмоции мы тоже называем ки-щэ-рэш. Вот как ты переведёшь? Что ты почувствовал в этот момент? Ну, я, наверное, сказал бы... У меня почему-то такая конструкция во рту, в голове. Мин хэйситэм, хэйстоидэм. Вот что такое. Правильно? Да, мы спросим... Так, пойдём по эмоциям. Первая, самая яркая эмоция, самый яркий персонаж. Такой солнечный, жёлтый. Можно я сразу попробую угадать? Это шатлэк. А это я знаю, потому что в Уфе, где я рос, там был магазин «Шатлэк». И все не татары-говорящие и не башкиры-говорящие постоянно называли его «шашлык». Потому что, видимо, шатлэк было тяжело прочитать. Вот. Поэтому я знаю «шатлэк». Но ещё «шашлык» ещё вызывает радость. Шатлэк. Можно вообще ассоциативный ряд только так построить. А радость — это шатлэк, а радостный... Шот? Шот, да. И когда, например, мы знакомимся, мы можем продолжить общение с выражением «мин биг шот». Маселян. Мин рима, танашу бозга, мин биг шот. Прикольное слово такое, короткое «шот». Типа, если бы у нас был какой-нибудь юмористический ведущий, типа Михаил Шат, можно было бы сказать. И, кстати, ещё слово «шат» используется не только вот про радость, про какие-то счастливые моменты. То есть, когда человек радуется, торжествует какую-то победу. Часто можно заметить «рухлэшатбулсан» или «рухлэшатбулсан» на гробиях татарских. То есть, пусть твоя душа будет рада, пусть твоя душа будет счастлива. Вот в таком ключе. Но мы про эмоции, а не про татарские надгробия. Поэтому мы продолжим. Вторая эмоция – грусть. Давай я буду пробовать угадывать название. Грусть – монсулок. Монсулок. Но лучше скажем «кунельсизлик». Потому что, когда мы спрашиваем у человека, почему он грустный, мы обычно спрашиваем «синяк была и кунельсиз». Или про себя можем сказать «мела кунельсиз». То есть, мне нерадостно, мне грустно. Потому что, если мы скажем… Подожди. Если кунельсиз – это нерадостно, то почему мы только что до этого говорили, что радость – это шот, а не кунель? Мы же тогда можем говорить «кунель»? «Меня шот, меня кунель». «Мель» – это душа. «Кунель» – это весело. «Кунельсиз» – это не весело. «Кунель» – это душа, а кунельсиз – это не бездушный, а грустный. «Кунель» – это же не просто душа. По-моему, мы это уже обсуждали в каком-то подкасте. «Кунель» – это у нас еще про настроение, про настрой. Но еще про какие-то внутренние наши ожидания. Например, «кунель» – душа чего-то ждет. Это про какое-то наше внутреннее настроение. Киев, «Кунель» – они обычно вместе ходят. ходят. Товарищи, кумель-ле, мы говорим, да нам весело. Сабантуи бит кумель-лезда. Или сабантуи бит кумель-сиздэ. Но такого, по-моему, не бывает. Я поспорю. Кумель-сиз, он может быть, он может не то, что кумель-сиз, он может вызывать такие чувства, что например, корресны современные афиши сабантуи в России, и сеняя зря. Кумель-сиз булабки-то, если вы понимаете, о чем я. Кумель-сиз или кринш-блабки. Кринш-кринш-эйе. Шепсис-то-тар-тель-не-о. Он даже имеет три киряк. Якшо, эйдя. Довам тябис. Продолжим. Так, как договорились? Гроздь. Кумель-сизлик. Да. Гроздь-кулаб-сизлик. Но если вы фанат Айнура, можете называть монсуллот. Пошли дальше. Следующая эмоция у нас страх. Курку. Айе. Тут мы договорились. Курку. От глагола Курка-рга. Бояться. Страх. Курку. А четвертая эмоция? Моя любимая. Гнев. Усаллых. Нет, усаллых это злость. Усаллых это больше даже про характер. То есть это не эмоции, которая вот сейчас появилась, сейчас объявилась. Усаллых мы говорим про человека, когда он себя постоянно ведет как-то злофно. А вот сейчас у тебя появился гнев. Мне почему-то приходят такие слова в голову, у меня сень, типа козды, ощуланды. Вот, ощуланды. Ощуланды. Голова от слова ощу, гнев. Ощуумклэлэ, дебес. Гнем, ощуумклэлэ. Я рассердился, я разгневался. Ощулан, мадебес. Не гневайся. Не ругайся. Ощу, гнев. Римма, а скажи фразу «открой дверь» к гневному голоду. Ощулэ, ощуга, и шик ось. О, круто. Кстати, можно было еще скороговорку еще разбавить словом «летать». Ну так давай скажи, гневный голодный пилот открыл самолет с помощью ключа. Ощулэ, ощ, ощуще, ощхочнэ, ишигэн, ощпэшвлэн, ощтэ. Круто. Оф, супер. Новые татарские скороговорки от Айнура. Дебес. Следующая эмоция. У всех она, наверное, есть, когда мы сталкиваемся с чем-то новым, неизвестным и с виду непонятным, страшным. Это брезгливость. Жирену. Когда мы видим что-то незнакомое, странное, мы не испытываем жирену. Жирену – это когда мы уже дотронулись и поняли, что это какое-то неприятное. Или когда мы видим, что это грязь, что это что-то неприятное. То есть жирену – это когда мы уже знаем, что это. Что-то какая-то кака. А если мы еще не знаем, но чуть-чуть брезгуем. У нас есть слово ширканок. То есть мы можем дотронуться, чтобы понять, что это. Но мы чуть-чуть побаиваемся. Вот ширканок. По новым эмоциям. У подростка в мультфильме во второй части уже появляются новые эмоции. Например, скука. Скука, ну, вот реально, потому что скучно не бывает. Это уж точно, скучно не бывает. Я бы предложила вариант, потому что мы часто говорим, то есть по-русски мы говорим, «Мне скучно, это торща, тыщем пушу». Если у вас есть какие-то другие варианты, можете, конечно, оставить в комментариях. Следующее сюда же – тревожность. То есть скучно, тревожно, тревожность у нас майор. Бельки борщелу? А я, борщелу. То есть мы за что-то переживаем. У вас есть какая-то проблема, или озвученная, или не озвученная, мы зло переживаем, все нарастает, закручивается. А вот этот, этот подросток называем борщелу. И человеком успокаиваемся словом борщелу, не переживай, борщелу, не тревожься. Я люблю такие глаголы, которые ложатся на вот песню Уфтанма, там борщелу, бельсине. Ну, кстати, там даже по смыслу подходит борщелу. Типа борщелу, все нормально будет. Так, следующее. Стыд. Ну, это вообще, это, мне кажется, главный татарский глагол, который, особенно старшее поколение, к новому, всякие разные татары друг к другу – это ойят. Идьят. Это даже какая-то двигающая сила. Или, наоборот, тормозящая сила. Когда мы пытаемся что-то новое сделать, нам должно быть ойят. Потому что кашенейтер, да? Я вообще вот ойят – это прям чувство, и тревожность, кстати, тоже, вот борщелу, это прям чувство, наверное, последних трех лет жизни вот в нашей среде. Ойят, вот смотришь на кого-то прям, ну, ойят. А вообще ситуация, что происходит, это борщелу. Ну, да. За него, за ситуацию, за все, в общем, ойят. Борбит, вот, типа, испанский ойят. Безгонада придумать татарский ойят. Татарский ойят – это яд. Это уже вот самое, что я говорила, кашенейтер, что люди скажут. А, окей. И наше любимое татарское, которое лежит на основе всех наших достижений, всего нашего достигаторства. Это чтобы было лучше, чем у соседа. Это эмоция. Зависть татарща? Кюнь-ляшу? Кюнь-ляшу, да. Кюнь-ляшу. Сказала ле там? Кюнь-ляшу? Ле, да. Ле. Да, пишется кюнь-ляшу, ле, ляшу. Ну, многие произносят кюнь-ляшу. Конечно, вот это эмо, оно, конечно, всегда влияет на последующие окончания. Например, кюнь-ляш, урман-нар, урман-нар. Поэтому мы уже по инерции произносим кюнь-ляшу. Но пишем кюнь-ляшу. То есть мы кому-то завидуем. И вот человек, который завидует, мы можем сказать кюнь-ляшу. А, Нур, я жду, когда ты вспомнишь какую-нибудь песню кюнь-ляшу. Вообще не приходят голоса словом кюнь-ляшу. Я, может, не слушаю песни про зависть. Я слушаю про вот уфтанма, буршалма. Аффирмации такие, да? Да, да. Там еще в конце залетает новая эмоция, которая не участвует в самом мультфильме, но в конце все-таки заходит. Это ностальгия. Добрый бабушку-эдуванчик с чашкой чая или кофе. Ностальгия. Как переведем на татарский? Во-первых, опять-таки, ностальгия – это очень татарское чувство. Вот. Прям вот татарлар прям любим поностальгировать. Уксан-чей-лар буйнща, совет зо-мана буйнща, хуан зо-мана буйнща, булгар зо-мана буйнща. Нам, в общем, есть где разогнаться и поностальгировать. Назовем? Вообще бельми. Ностальгия? Ностальгия? Савану. Савану. Да, савану. Есть еще красивое татарское слово с очень глубоким смыслом – жирсю. Это когда мы скучаем по родной земле. По земле, где мы родились, где делали первые шаги. И, наверное, вот от этого появления всех татар в каком-то возрасте – купить землю, построить дом. Купить землю, сделать огород. Потому что все-таки земля, вот это земледелие нас в какой-то момент настигает и говорит, надо сажать помидоры. Это я шучу, конечно. На самом деле, жирсю – это очень сильное чувство. И это даже намного сильнее, чем савану. Мы можем просто вспомнить вот эти вот, как ты говоришь, 90-е, времена казанского ханства, саванабес, эх, дебес, а жирсю – это уже сила, которая тянет к родной земле. Красивое слово. Да, супер. Айнур, давай сейчас поговорим о том, как у тебя прошел день и какие эмоции ты сегодня испытывал, если ты, конечно, фиксируешь эти эмоции и как ты их проживаешь. Айда. Айда. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...